Добрый день! Вы на канале вязание от Ангелины Азимок. Сегодня хочу показать вам вот такой вот интересный узор. Интересен чем? Это, во-первых, два цвета, уже интересно. Крючком тоже интересно. И абсолютно одинаковый узор с двух сторон. Для крючка, вы знаете, это очень большая редкость найти узор, который будет хорошо смотреться и с одной стороны, и с другой абсолютно одинаково. Это редкость большая. И сегодня хочу поделиться вот таким приобретением. Увидела узор и решила его связать, показать, научить и применить. То есть в следующем видео мастер-классе мы уже его применим. Напишите, как бы вы, куда его применили. Узор достаточно плотный, теплый. За счет красоты ниток красивый. Ниточка у меня такая слонимская. Восемь сложений, которые плотно ложатся, создавая очень красивый узор. Давайте смотреть и вязать, пробовать. Такую вот открыточку я получила. Путь к сердцу вязальщицы лежит через пряжу. Это Ирины Мальцевой, которая занимается... Абсолютно хорошая такая открыточка. Которая занимается продажей слонимской пряжи. И сегодня я хочу показать вам узор из этих замечательных ниточек, которые мне очень нравятся. Я хочу показать двухцветный узор. И провязала один ряд полустолбиками. А теперь будем добавлять второй цвет. Три воздушные петли подъема. Поворачиваем вязание. И вяжем во второй столбик. Столбик без накида. Столбик с одним накидом. И чередуя столбик без накида, столбик с одним накидом. Первый ряд мы вяжем вот таким простым способом. Как, впрочем, и все следующие ряды вяжутся тоже очень просто. Столбик с одним накидом. Я вяжу 8 ниточек, 8 сложений. Слонимская пряжа очень удобна тем, что можно, допустим, если взять в одно сложение, вот как обычно клубочек идет, 4 ниточки, можно связать шаль. В 2, 8 сложений можно связать шапочку. Это очень удобно. Столбик без накида, чередуем столбик с накидом. Столбик без накида, чередуем столбик с накидом. Как вязать, скажете вы, в два цвета, если уже ниточка закончилась, да? Так, нам надо найти начальную петлю и провязать столбик без накида. Вот, и немножко вытянули. Наша задача поменять цвет ниток. Для этого мы оставили и начинаем вязание опять с того места, с которого мы начинали вязать. То есть мы розовыми ниточками, начинаем вязать, подвязываем там, где был сиреневый цвет. Вот он у нас. 1, 2, 3 петли подъема делаем. И смотрите, вязание. Столбик без накида, столбик с накидом. Столбик без накида мы теперь будем менять. Вот там, где у нас столбик без накида, мы вяжем столбик с одним накидом. Там, где сиреневой ниточкой провязан столбик с одним накидом, мы вяжем столбик без накида. То есть в этом принцип вязания узорчика. Вязание абсолютно одинаковое. Чередование столбика без накида и столбика с накидом. Но, меняя местами, мы создаем такую иллюзию узора, который очень многие называют гусиные лапки. Меняем местами. Был столбик с накидом, а стал столбик без накида. Можно вязать одним цветом, но тогда будет очень сложно понять сам узор. А когда вы вяжете в два цвета, тогда понятно, почему этот узор, как меняется, почему он так называется. Придерживаем сиреневую ниточку, которую у нас вот здесь вот. Мы ее сейчас тоже приобщим к делу. Здесь у нас столбик был без накида. А нам надо провязать столбик на этом месте с одним накидом. Давайте мы вот так. Вот таким образом закроем. Поменяем местами. Три воздушные петли сделаем подъема. И повернем. То есть вязание двухстороннее. Смотрится прекрасно и с одной стороны, и с другой. Самое главное, что в нашем вязании. Если мы видим, что перед нами столбик без накида, мы вяжем столбик с накидом. Если мы видим, что у нас столбик с накидом, мы меняем соответствующее на столбик без накида. И вот такое вязание очень красиво смотрится. Самое главное, с двух сторон. Потому что оно вот такое взаимозаменяемое. То есть и первый ряд будет хорошо смотреться, и второй. И с одной стороны будет хорошо смотреться, и с другой стороны. Можно связать шарфик. Можно связать любой узор. Вот. Смотрим, что если это столбик с накидом, значит вяжем столбик без накида. Если столбик без накида, вяжем столбик с одним накидом. Вот такое у нас вязание. Интересно, да? Столбик без накида. Меняем столбик без накида, столбик с накидом. опять столбик без накида столбик с накидом столбик без накида столбик с накидом но у нас здесь подъемные петли до провязали и розовые ниточки нет значит мы смотрим в ту сторону где она у нас есть три петли подъема находим и вяжем 1 2 3 поворачиваем вязание смотрим по узору столбик с накидом значит у нас будет столбик без накида то есть вязание вот такое настолько простое и в то же время узорчик достаточно теплый с накидом без накида моей ниточка немножечко пытается узор повторяется и смотрится что мне очень нравится хорошо двух сторон он идет одинаковый и двух сторон хорошо смотрится в крючке очень мало таких узоров вы знаете если вы смотрите мне тут немножко распустилась не беда всегда можно подвязать узор наш и он у нас будет всегда на месте вот такой вот узор давайте пробовать вязать что вы придумаете пишите в комментариях а завтра или послезавтра выйдет мастер-класс с применением этого интересного простого абсолютно простого узора который сможет одолеть абсолютно любая вязальщица начинающая или не очень вот такой красивый узор предлагаю сегодня вам связать освоить и придумать ему назначение всем приятного просмотра до новых встреч спасибо что досмотрели мой ролик до конца подписывайтесь на канал ставьте лайки и пишите комментарии для меня это очень важно спасибо 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 это спасибо и